Всем привет, это канал Бородач ТВ и мы сегодня в замечательном месте под названием «Пространство красоты». Вокруг меня очаровательные девчонки, блондинки и бюджетки. Я правильно говорю? Просто очень попро различаю, я волнуюсь. Елена Барышникова и... Ой, стоп. Уже пошла. Нет, это хорошо. Екатерина Барышникова и Елена Дмитриевская. Правильно? Скажи, пожалуйста, в этом месте что здесь такое интересно творится? Наверное, какое-то волшебство для девчонок? Только. Безусловно, волшебство. Чтобы создать пространство красоты, потребовались года на самом деле, потому что к этому я шла такими маленькими шажочками. И набиралось опыта, набиралось знаний, набиралось, наверное, смелости, чтобы делать то, что я давно хотела, то, что я умею делать хорошо, то, о чем я знаю. Это делать нас с вами, девочки, счастливыми и, главное, отбородовыми. Это непростое место. Здесь самое главное, моя работа заключается в том, чтобы создавать условия для комфортных приемов процедур. То есть это не просто косметология эстетическая, а возможность отдохнуть, получить релакс, поскольку в нашем режиме, в нашем темпе, в нашей жизни абсолютно все мы забываем о себе, забываем остановиться, забываем сделать паузу. Я помогаю вам хотя бы на 5, 10-15 минут погрузиться в себя, в свое внутреннее состояние, релаксы, гармонии. И это приводит к оздоровлению. А дальше уже мои мастера создают вот это волшебство. Будь то процедура по лицу, или по телу, или просто кедровая, сеанс кедровой фитобочки. Неважно. Главное погрузиться в наше пространство красоты, а мы поможем вам быть здоровыми и счастливыми. Отлично. Ирина, давайте к вам перейдем. Как вы здесь оказались? И, я так понимаю, у подруги. Да, конечно, я бы хотела познакомить вас с чудесным человеком. Елена, мой очень близкий друг, она приехала к нам сюда из Иваново. А вы вместе, я вас перебью, вместе из Иваново? Да, на самом деле, мои корни тоже Ивановские. Это мои родители. В далеком 72-м году приехали в Сосновый Бор строить нашу первую атомную станцию, потому что папа закончил Ивановский. И институт и был направлен сюда. Мама, соответственно, как настоящая жена, приехала сюда. Я уже, да, но я уже взялась, конечно, нашелся в Сосновом Бороде и уже стараюсь радовать наших жителей своими. Ну, Ивановские корни, конечно, и, видимо, завод. Вот, и поэтому Леночка не просто научительный человек, не просто красавица, но еще и образца. Да, она, по-своему, красавица. Она, наверное, миссис Иванова 2014. Не просто. Да, да. Вот. Ведущая значимых событий, а еще, самое главное, ее заслуга в последние годы. Лена очень активно занимается одним уже вытрепещущим вопросом. И наши здесь пути с ней пересекаются. И, Лена, расскажи, пожалуйста. Да, здравствуйте. Очень приятно за тобой представление. Очень приятно, что я нахожусь сегодня с ней. Я приехала в гости к Екатерине и не только в гости в преддверии праздника, но и обсудить очень значимый проект, над которым мы думаем в течение последнего года. Я сейчас такую краткую сделаю предысторию. В 2013 году после рождения второго ребенка я заболела раком. Рак был связан с женской стороной, с онкогинекологией. И его стадия была настолько запущена. Это где-то упущение и докторов, может быть, и мое отчасти, что когда ребенка было 3,5 месяца, а мне было 32 года, мне был поставлен такой диагноз, который считался на тот момент уже совсем приговором, как у многих, когда слышат слово рак, значит, равно приговор. Я в первые дни отчаялась, но мои коллеги, мои друзья, мои близкие, что важно, очень поддержали меня и не сдались. Сначала мы стали искать клинику в России, но, увы, уже время было выпущено, потеряно, стадия уже не позволяла мне аспирировать здесь, в России, и была найдена клиника в Германии. И так у тебя оказалась в руках чудесного профессора, с которым, с годами мы стали очень тёплыми друзьями. Случай был уникальный, была очень длительная, непростая операция, и мне дали в Германии шанс на жизнь. Но единственное, у меня была потеряна потеряна такая, самая главная, пожалуй, женская способность, это подарить ещё одну жизнь. У меня с мужем двое детей, но мы планировали, что их будет чуть больше, чем двое. И я очень отчаялась в тот момент, забыв о том, что я, да, поборолась, поборолась жизнь таким образом, то я хотя бы смогу помочь одной, двум, трём, а потом, слава, десяти и более, женщинам, когда они слышат диагноз рак или ещё какой-то сложный диагноз, который мне может справиться в России. Я буду помогать всячески, чтобы женщинам, ну или мужчинам, попали именно в руки грамотным докторам, пусть это будет Германия, сейчас мы сотрудничаем с замечательным, с мировым именем госпиталем Форти в Буркаоне, с Индией. И, что самое важное, нас очень поддерживают международным проектом, который сейчас у нас на стадии разработки с Екатериной. Когда Катя рассказала о той истории, что почему только Ивановы, у Ивановы там проходят благотворительные марафоны, проходят различные акции, как общественные деятели, конечно же, говорим везде, что да, есть определенные люди, к которым вы можете обратиться, и вы попадёте в нужные руки, потому что, я считаю, что пока человек жив, даже если у него самый страшный диагноз, человек должен бороться за жизнь. И когда я рассказала Кате, Катя сказала, да, давай обсуждать, и мы с тобой сделаем это, и будет спасено ещё несколько, может быть, десятков, сотни жизней. И мы очень хотим, чтобы наши контакты знали, те люди, у которых сейчас близкие, друзья, может быть, соседи, может быть, есть какой-то случай, который был услышан вскользь, чтобы знали о том, что в Сосновом Вару есть Екатерина в Ивановской области, есть я, но я постоянно в социальных сетях, на связи, люди, к которым можно обратиться, и мы совершенно, это наша маленькая благотворительность, совершенно, нам не нужно никаких средств. Мы переведём тексты, мы медицинские документы отправим на консультацию и немецкого профессора, и в индийский госпиталь, и всеми путями мы будем способствовать, чтобы человек, если его берут там, если ещё не совсем-совсем упущество время, то мы готовы помогать и отправлять людей, чтобы... Да, главное то, что Вы уже прошли этот путь, и Вы знаете, как человека, чтобы не тратил время, а за счёт Вас быстро-быстро это всё, чем быстрее тем, эффективнее может быть... Да, уже за эти годы, за чуть более трёх лет сложились отличные отношения в визовых центрах, где мы знаем и говорим, что нам нужна очень помощь, помогите, нам способствуют сделать документы гораздо быстрее, чем это положено, но действуют, конечно, в рамках закона. Мы знаем, как сделать быстро, чтобы собрали консилиум, мы это объясняем, потому что находимся не через посредника какого-то, через секретаря, госпиталя мы напрямую можем позвонить профессору и проконсультироваться с ним, это важно. Как именно проект вас важен, ваше название? Вообще проект «Ничего не бойся, я с тобой», он родился у нас как проект еще против домашнего насилия, но сейчас в силу важности, более важных вещей, таких как онкология и такие серьезные заболевания, жизнеугрожающие, мы этот проект «Ничего не бойся, я с тобой» принесли именно с проекцией на онкологию, на тяжелые заболевания, когда, ну, к сожалению, так устроено наше законодательство, что в России говорят пациенту, в глаза, что вам осталось жить два месяца, три месяца, какие-то рамки определенные. И в этот момент, особенно женщины, молодые женщины, у которых вчера еще было будущее, большие планы, я сама помню этот день, когда мне сказали, что все. А как себе найти вот эти силы? Дело в том, что действительно, когда тебе ставят диагноз, то все опускается, тебе фиксируют определенную какую-то дату. Самоглавное. Вообще нельзя, мне кажется, во-первых, говорить, и откуда взялись силы, потому что бороться для этого нужно. Я расскажу свою историю. Для меня самым главным было не то, что мне говорят доктора, а даже немецкий, когда профессор сказал, да, мы вас берем, мы изучили ваши документы, мне важно было увидеть человека, который поборол онкологию. Мне важно было взять его за руку и посмотреть. В моем случае была пятилетняя девочка Соня, которая поборола ей кос. В случае с женщинами, которые, и мужчинами, мужчина не меньше, кстати, нуждается в поддержке и в поиске этого внутреннего стержня, который поможет справиться с болезнью, не меньше, чем женщина. И очень часто я сталкиваюсь с тем, что мне говорят, можно вас просто обнимем? Мы знаем, что вы побороли, вот вы живая, теплая, вы работаете, говорите, и мы знаем, что мы вернемся к вам, присоединимся. Это очень важно видеть на примере, не просто мифически, очень много компаний занимаются медицинским туризмом, но 90%, к сожалению, либо это колоссальные сверхпроценты какие-то заработки, либо это вообще мошенники. А тут я не компания, я не какая-то фирма, мы просто знаем, куда обратиться. И я везде в социальных сетях, везде на форумах всегда пишу свой телефон, он открыт, в свободном доступе, звоните мне. Звонки раздаются очень часто. Вы можете даже сейчас разрешить номер телефона. Да, мой телефон 8 930 349 99 50, даже в Вайбер, в социальных сетях везде у меня можно найти. В социальных сетях я Елена Дмитриевская. Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм. Инстаграм я веду большой блог связанный с онкологией. Там есть хэштег «Рад дурак». Он шутливый, потому что действительно из доли юмора нужно относиться к этой проблеме. Я хочу сразу предупредить вопросы, как вам меня интересно, чтобы не было «Рад дураком». Елена понятна, а Екатерина почему. У меня на самом деле был опыт, слава Богу, в моем случае не такой страшный, как у Елены, но я оперировалась совсем недавно, совсем недавно, это год назад, в онкологическую дистанцию, включая КПА, именно таким же образом, проходя медосмотр. Наши волшебные доктора безкорректно, ну, некорректно, не бестактно, может быть, может быть, непрофессионально. Но я-то специалист, я знаю, и с чувством юмором у меня все хорошо, и то. Елена вынесла этот диагноз, который мне вручили, сказали, ну, вот вам теперь конкурику. Вот. И здесь все. Я не... Ну, это все. И я понимаю, что как? А смысл? Я столько всего сделала. А мне дети, а мне маленькие. А еще как? А как? Я вышла из... Улыбаясь, так как и же, как и же, как и же, как и же, как и же. Я вышла, и я не помню, как я доехала до работы, потому что я в промежутке побежала за результаты у меня. И все. И думала, что сейчас я быстренько заберу, и дальше работать. И дальше это было вот благодаря тому, что да, есть друзья, которые лечат, которые действительно не просто врачи, а доктора. И поставили действительно правильный диагноз потом, потому что у меня было куда обратиться. Я пришла и показала. Я говорю, да, оперировать нужно, но, слава Богу, меня успокоили, что все хорошо. Но я увидела лица тех людей, и это были две недели ада. Это был январь, самый черный месяц в прошлом году, когда я пересмотрела свою жизнь, изменила ее на сто процентов. Я изменила понимание каждой, каждой секунды своей жизни. Когда мне задают вопросы, почему не виспо, почему здесь, а потому что. Потому что, если я смогу помочь, то я буду это делать маленькими шагами и больше уделять внимание своим детям, своей жизни и помогать, я бы что видела, боли и горе. Я как психолог знаю, как с этим справляться. Поэтому, наверное, благодаря, я верующий человек, благодаря Господу Богу, я тогда эти две недели провела, не разрешала даже прижать к своим близким, к себе, потому что я не хотела, чтобы они видели, где я нахожусь и с кем мне приходится, с чем мне приходится бороться и перерастать. Потому что тогда, да, я еще ждала на самом деле анализы, я еще не знала, что у меня, как прошло, все прошло, как все будет дальше. Поэтому моя задача максимально помогать тем людям, которым, к сожалению, пришел анализ не тот, который дождалась я, который каждый задеется и ждет. Потому что та вера и тот задор бывает у людей, которые знают свой диагноз гораздо сильнее, чем у людей, которые практически здоровы. И поэтому моя задача сейчас научить людей радоваться каждой секундой и беречь свое здоровье. и тем, кто заболел, помогать выйти на ту дорожку, на которую, которая даст им шанс на спасение. Да. Потому что пока человек жив, никто не вправе говорить, сколько ему осталось. И мы знаем, что чудеса происходят на самом деле. А это ведь на самом деле не просто чудеса, это просто грамотный подход к лечению. все, проблем нет. Вы видите, что я абсолютно здоровая, живая, Мне казалось, что я думала всегда. На самом деле, я думала всегда, что я ошибу каждой минуты, каждой секунды, что я уделяю внимание всем близким ровно столько, сколько мне казалось, что это достаточно. А на самом деле недостаточно. Поэтому, конечно, я призываю всех не обращаться, не обращать внимание на какие-то мелочи, которые, какие-то трудности в семейных каких-то там вопросах, там еще что-то фикферное. То есть, мне нас друг друга беречь. Беречь максимально ценность каждой жизни, каждого взаимодействия. Я счастлива, что совсем недавно я с вами познакомилась, и это с Дмитрием, с Михаилом, это дало возможность новым каким-то движениям энергии в моей жизни, поскольку мы живем каждый абсолютно в каком-то узком коридорчике, в своем, потому что каждый специалист своего дела. Кто-то работает на атомной станции, кто-то работает в школе, кто-то работает еще в каком-то учреждении. И мы идем по одному стандарту. Там мы проснулись, мы идем на работу, потому что мы должны работать, чтобы заработать, чтобы было за что жить и корнуть семью. Но мы приходим домой, у нас непривычный ритуал. Дети, какая-то как у женщин, приготовление пищи, стирка, влажка, водовые дела. И все. Ограничения. Не дай бог дальше это идет телевизор. Честно, не смотрю телевизор, телевизор какие-то новые энергии, новые движения дают возможность из этих шор выходить и понимать о том, что там есть жизнь. Потому что когда мы живем по своему коридору, мы такие несчастные. У нас вообще все плохо. А мы оказывается счастливые, мы можем и тут помочь, и тут такое дерево крутое, красивое вырастает. Вот это, конечно, желаться на судьбу она всегда не стала. А вот взять и поднять свою пятую точку и запустить какие-то процессы вокруг себя, внутри себя это тяжело. Она такая замечательная, умивная, это столько денег, у нее вообще все замечательно, она такая здоровая. Почему все улыбается? Ну больная, что ли? Почему улыбается? Да потому что потому что я сказала и вы это хорошо. Я так не сумас. А ты очень часто думаешь. Мы очень часто думаем, что живем на черновик, а я-то думала, как и 90%. Я не знаю, может быть, кто-то рождается с ощущением того, что человек действительно осознает, что он даже живет всего один раз. Я это поняла, к сожалению, к своему 32 года, когда был поставлен диагноз, когда получилось понять, что я все-таки буду дальше выкарабкиваться и буду жить. Я поняла, нет, стоп, ребята, я живу один раз, не на черновик, и второй жизни у меня не будет. И вот я перестала бояться делать проекты. Я стала петь на фоне, ну, не как профессионал, но всегда мечтала. И у меня была прекрасная мечта поступить в институт или хотя бы в колледж культуры на профессию режиссора. Вот я уже благополучно закончила три дня назад, второй курс и переведена на третий. То есть не нужно бояться своей мечты, нужно жить жизнь один раз. так вот оценить нашу работу так плохо когда мы, наверное, работаем? Учимся только, если что. А, нет, все хорошо. Все хорошо. Ну, вы просто не видели, как вчера я бы умывался. Да. Ты так напортачила, ты сделал телемозг в итоге это. На самом деле, телемозг, я так и не поняла, но это не так и надо. Не, не, не. Мы просто с Димой пробовали. Я просто пыталась понять, что говорит еще. Я вижу, что он говорит, что-то говорит, а потом голос еще какой-то. Думаю, оказывается, там еще кто-то есть, но ты его не видишь. Мы еще не успели проговорить с Катей. Тоже Катя живет 20 часов в сутках это работа, 4 часа остается на жизнь, на сон остается совсем немного. Девушки, которые бегут, что такое? А, да-да-да, про бегущую невесту. Да, сейчас расскажу. Мы не успели проговорить и я вот прямо сейчас к Кате и к вам, может быть, вы окажете какую-то информационную поддержку. Все-таки почему бы и нет, почему бы не сделать в Сосновом Бару в мае, во второй половине мая именно вот этот марафон «Бегущая невеста». Так, вот это что-то интересное. Да, «Бегущая невеста», что нужно для этого сделать. Я подожду. Что это такое? Да. Что это за проект? В нашем случае, как он проходит в Ивановской области? Берем отдельного человека, который нуждается в помощи. Как правило, обращаются родственники. Как правило, это не дети, потому что детям помогают до 18 лет, прекрасно помогает фонд. Я сразу говорю, мы не фонд. Отношения к сборам мы не имеем. Как проходит у нас это мероприятие? На это мероприятие приглашаются родственники, доверенное лицо заболевшего или заболевшей с копилкой и со всеми документами. Естественно, со счетом больницы, куда человек отправляется. И на это мероприятие, которое проходит как «Бегущая невеста», действительно, человек, если просто сказать, что здесь будут петь артисты и приходить, и будут вести сбор, никто не придет. Это не совсем интересно. А «Бегущая невеста» проходит таким образом, что мы говорим, что каждая женщина, каждая девочка, начиная с хождения и до 80 лет, все равно мечтает быть невестой. Даже те невесты, которые уже в счастливом браке, но все равно осталось в свадебном платье. И мы приглашаем всех девушек нарядиться в свадебное платье и пробежать 100 метров в поддержку заболевшего. И на фоне этого мероприятия, естественно, проходят артисты, проходят какие-то мастер-классы. Делается такое общегородское, массовое, хорошее, доброе мероприятие, после которого я вижу, с какими счастливыми лицами уходят все люди. От малого до великого. Мы бросаем букет, у нас все, как у невест. Если у вас есть прекрасные традиции у невест, замолчить на мост, мы делаем городское, массовое мероприятие, на котором мы озвучиваем проблему одного человека, который срочно нуждается в срочной помощи. И помощь приходит. Классно. Можно попробовать. Да, в социальной сети есть господин. Как вообще согласовать? Просто, смотрите, получается, это же мероприятие, да? То есть, администрация будет согласовать? Да, это все согласовать. В Ивановской области все это у нас получается, потому что мы обращаемся в департамент культуры, обращаемся непосредственно к главе города с письмом в администрацию. Это же надо сейчас уже написать. Да, желательно, да. Все это будет рассматриваться. Мы получаем разрешение, да. Как правило, это воскресный день, чтобы пришли зрители, чтобы пришли все жители города, чтобы выходной. И уже потом начинаем вести организационные мероприятия. Приглашаем артистов, даем освещение везде в средствах массовой информации, в сети о том, что приглашаем от 5 и до 80 лет всех девочек, девушек, женщин в сайденных платьях у нас проходят фотосессии. Это очень интересно. Проходят съемки. Есть группа ВКонтакте «Бегущая невеста». Ее можно найти и все посмотреть. И не имеем мы аналог, мне часто задают вопрос, есть «Сбежавшая невеста», «Космополит». Это прекрасное мероприятие, но мы немножко другое. Если «Сбежавшая невеста» она бежит куда-то, где-то по городу, то у нас это все в рамках проходит концертной площадки, и наши девочки в финале мероприятия бегут в 100-метровку. Это очень красиво. первая преодолела черту финиша Дарья Малозина. Девушка еще только в августе выходит за... ...концертных артистов. Мы приглашаем с различными номерами хореографические пои. Все артисты, это люди культуры, очень легкие на подъем, которые говорят, да, мы придем по единственному выходу, там несколько часов мы их готовы подарить, лишь бы была помощь. Отлично, отлично. Ну что, давайте все, пока все, да? То есть, наш канал Бородач ТВ в моем лице, Дмитрий просто прячется за камерой, не все это знают, но кто-то же должен нажимать на эту чудесную красную кнопку. Я от лица нашего канала и вообще в целом от мужчин хочу поздравить девчонок с 8 марта, пожелать им счастья, семейного, успехов в личной жизни, в миловой жизни, не болеть, радовать нас, хорошо, вкусно готовить. Сейчас, подождите, я все, свой список оказываю. В общем, по полной программе, чтобы и мужчины были довольны. Самое главное, оставайтесь такими волшебными, чудесными и светлыми созданиями. Спасибо за то, что вы есть. Все, наверное, как-то так. С праздником! С праздником!